Сегодня в программе. Национальное собрание обсудило новую редакцию закона о профсоюзах. Традиционная дружба в отношениях между Вьетнамом и Россией. Бесценные сокровища двух стран. Населенные пункты изменились к лучшему благодаря кампании построения деревни нового типа. Новости на русском языке Международного телеканала ВТВ-4. Вас приветствую я, Хэнг Хи. Продолжая программу седьмой сессии, Национальное собрание сегодня утром на пленарном заседании обсудило новую редакцию закона о профсоюзах. Обсуждая законопроект, депутаты предложили ряд решений, направленных на усиление роли профсоюзов в вопросах защиты прав и законных интересов трудящихся. В проекте закона права и обязанности профсоюзов определены достаточно полно. Но еще важнее предоставить профсоюзам механизм для реализации этих прав и обязанностей. В настоящее время сотрудники профсоюзов на местах получают зарплату от предприятий и всегда подвергаются давлению со стороны работодателей, что затрудняет обеспечение равенства в работе. Поэтому необходимо законодательно конкретизировать этот механизм, чтобы сделать профсоюзы более независимыми. Чтобы профсоюзы на предприятиях могли эффективно выполнять свои функции, я предлагаю, чтобы зарплата, премии и другие надбавки для штатных сотрудников профсоюзов на предприятиях выплачивались вышестоящими профсоюзными организациями, чтобы сотрудники профсоюзов могли полностью посвятить себя выполнению обязанностей. Я предлагаю внести изменения в проект, чтобы вопросы, касающиеся штата Исполнительного комитета профсоюзной организации на предприятии, согласовывались с вышестоящим профсоюзным органом, поскольку это независимая организация, не подчиненная работодателю. Ряд депутатов предложили редакционному органу вместо того, чтобы определять общие полномочия и обязанности для всех уровней профсоюзов, как это предусмотрено в проекте, рассмотреть возможность создания отдельного раздела, определяющего обязанности и полномочия профсоюзных организаций на местах, тем самым направляя и создавая благоприятные условия для реализации и применения закона. Сегодня в Москве Российская Академия Наук провела круглый стол на тему «Россия и Вьетнам. К 30-летию договора об основных принципах дружественных отношений». На мероприятии авторитетные вьетнамисты, эксперты и ученые России подтвердили, что данный договор создал важную и прочную основу для вывода двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом до уровня стратегического партнерства в марте 2001 года и всеобъемлющего стратегического партнерства в июле 2012 года. За последние 30 лет реализация договора привела к всестороннему развитию Вьетнама и российских отношений, что отвечает потребностям и интересам двух стран в соответствии с тенденцией развития в регионе. Кроме того, ученые обсудили текущую ситуацию во Вьетнамо-российских отношениях и направление их развития в новых условиях. За последние 70 лет отношения между Вьетнамом и Советским Союзом в прошлом, а теперь с Российской Федерацией, претерпели взлеты и падения в контексте мировой, геополитической и внутренней ситуации каждой страны. Однако неизменной остается крепкая, верная и глубокая дружба между двумя народами. Эта традиционная дружба является бесценным сокровищем и прочной основой для всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией в текущий период и определение ориентиров на будущее. 6 ноября 1979 года начало строительство гидроэлектростанции Хуабинь, крупнейшей в то время ГЭС в Юго-Восточной Азии при содействии СССР. 2500 специалистов из Советского Союза были направлены во Вьетнам для помощи в строительстве и эксплуатации электростанций. В контексте многочисленных трудностей, с которыми столкнулся Вьетнам после объединения страны, бескорыстная и искренняя помощь СССР стала символом нерушимой и несравненной в мире Вьетнама с советской дружбой. 23 июля 1980 года космический корабль «Союз-37» доставил космос в советско-вьетнамский экипаж. По советской программе «Интеркосмос» первым космонавтом из Вьетнама и Азии стал герой Фам Тон. Тогда наши русские друзья сказали очень интересную мысль. Дружба между Вьетнамом и Россией, между Вьетнамом и Советским Союзом существует на земле, на воде, в небе, а теперь и в космосе. Везде, где есть вьетнамский и русский народ, там есть дружба. На прочной основе отношения между народами Вьетнама и России неустанно укрепляются и поддерживаются на протяжении многих поколений. В Российской Федерации ежегодно отмечается день рождения президента Хо Ши Мина. Мероприятия по презентации вьетнамской культуры в городах России всегда получают поддержку власти и многочисленных российских друзей, любящих Вьетнам. А Вьетнам всегда остается местом, куда приезжат россияне, чтобы своими глазами увидеть и узнать больше о стране и гостеприимных людях. Я как раз и постарался в максимально сжатой иллюстративной форме рассказать о том, каким я увидел современный Вьетнам. И надеюсь, что в дальнейшем мы усилим, увеличим свой вклад в рассказ о современном Вьетнаме для России и для всего мира. В недавнем телефонном разговоре в марте 2024 года генеральный секретар ЦК КПВН Гуин Фу Чонг и президент России Владимир Путин вновь подтвердили приверженность всеобъемлющему стратегическому партнерству между Вьетнамом и Россией, основанному на доверии и взаимной выгоде. Ожидается, что этот государственный визит президента России во Вьетнам, совпадающий с 30-летием подписания договора о принципах дружественных отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией, еще больше укрепить традиционную дружбу между народами двух стран. На основе прекрасной традиционной дружбы между Россией и Вьетнамом, при поддержке народов двух стран, этот визит определит новые направления сотрудничества между двумя странами во всех областях, во имя блага двух народов, а также во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире. Русский язык по-прежнему преподается в школах и университетах Вьетнама. В России университеты отмечают рост числа российских студентов, поступающих на факультете вьетнамского языка. Это поколение продолжит писать новые страницы истории дружбы, бесценного сокровища отношений между Вьетнамом и Россией. Отрасливые ассоциации должны объединить предприятия членов для совместной разработки планов производства и транспортировки. Это будет основой для заключения долгосрочных контрактов с судоводными линиями для минимизации влияния ставок морских фрактов. Такое предложение вынесла Вьетнамская морская администрация в контексте непрерывного роста фрактовых ставок с мая месяца по настоящее время. В настоящее время ставки морских фрактов на 70% выше, чем в январе, и вдвое ниже пика зафиксированного в период пандемии COVID-19. Цены на морскую перевозку грузов в страны Европы и США имеют тенденцию резко возрастать из-за заторов в некоторых азиатских портах. Морская администрация также рекомендует портовым властям усилить мониторинг цен на услуги в морских портах, ускорить выпуск товаров, сократить административные процедуры, создать благоприятные условия для движения кораблей и лодок. Повышение стоимости фракта является неблагоприятным фактором для экспортных предприятий. В Кантха, помимо фактора стоимости фракта, многие предприятия, экспортирующие сельскохозяйственную и аквапродукцию, заявили, что столкнулись со многими трудностями в поиске рынков сбыта. Экспортный рынок морепродуктов этого предприятия остается стабильным. Однако они не достиг и 50% плана по выручке, так как процесс транспортировки товаров и вопросы международной логистики не были гладкими. Нам не хватает судов, перевозящих экспортные товары. Контейнеров тоже не хватает, поэтому издержки растут, а товары скапливаются. Это экспортное предприятие по переработке фруктов сталкивается с трудностями из серии сырья. Ананасов и манго в Дельте Меконга много, но немногие из них соответствуют стандартам экспортной переработки. Нам необходимо объединить фермеров для создания стабильных зон выращивания. Фермеры не могут посадить одну культуру, потом сразу заменить ее на другую. Для стабилизации производства мы готовы поддержать строительство сырьевых площадей. Мы поддерживаем максимально быстрое таможенное оформление товаров. Что касается сырья, производственных площадей и населенных пунктов, то они также оказывают полную поддержку. Руководители города Канхэ также ввели налоговые и земельные льготы для предприятий, применяющих высокие технологии и строящих отраслевую цепочку в создании стоимости. Помимо поддержки экспортного бизнеса, город также участвует в расширении внутреннего рынка, обучении рабочей силы, чтобы помочь бизнесу развиваться быстро и устойчиво. В настоящее время проблема контрафактной продукции и товаров с неизвестным происхождением на рынке становится все более актуальной. В связи с этим обеспечение прозрачности информации о происхождении и характеристиках товаров является необходимостью. Четкая и достоверная информация о продукции не только помогает предприятиям защищать свои торговые марки, но и является важным фактором, позволяющим потребителям избежать обмана и покупки некачественных товаров. Стоит только отсканировать QR-код на товаре с помощью камеры телефона, и вся информация о продукции появится на экране всего за один-два секунды. Потребители сегодня готовы платить больше, чтобы получить больше информации о продукции. Это избавляет от лишних забот и помогает быстрее принимать решения по покупке. Практика отслеживания происхождения продукции не только завоевывает доверие потребителей, но и играет важную роль в борьбе с торговым мошенничеством и способствует укреплению позиций вьетнамских товаров на рынке. Благодаря прозрачности информации мы добились 30-процентного роста продаж за год. Это стало для нас настоящим стимулом к дальнейшему развитию. В ближайшее время национальные и международные системы отслеживания будут объединены через единый портал информации о происхождении продукции. За последние 10 месяцев более 4 тысяч предприятий уже приняли участие в тестовом запуске системы. Компании и физические лица, занимающие производством, торговлей и оказанием услуг, обязаны предоставлять минимум 10 видов информации о своих товарах. Эти сведения играют центральную роль в обеспечении прозрачности и безопасности цепочек поставок. Новый портал объединит и обеспечит управление и актуализацию базы данных о продукции, как внутри страны, так и за рубежом. Он также позволит обмениваться данными о происхождении товаров между разными системами. Портал по отслеживанию происхождения продукции может оказать помощь более чем 17 тысяч предприятий. Ожидается, что после запуска портала в него будут интегрированы алгоритмы для расчёта выбросов парников и газов и углерода для некоторых товаров по всей цепочке поставок. Премьер-министр Вьетнама обратился к Минфину с поручением ввести электронные чеки. При совершении сделка по электронной торговле и продаже в прямом эфире или так называемой лайвстрим-продажей. Выдача чеков является обязательной для продавца, чтобы обеспечить прозрачность товарного рынка, особенно в киберпространстве, где есть большие трудности для налоговой службы. Многие эксперты полагают, что скоро электронная торговля станет более профессиональной после ввода электронных чеков. Начав торговлю в прямом эфире более трёх лет назад, это предприятие сообщает, что после каждой успешности деньги выставляют клиенту электронный чек. Поэтому предприятие поддерживает усиление контроля за этим видом деятельности. Однако нужно все думать, чтобы не было налоговых потер и безнеднестанкнуться с трудностями. С выдачей электронных чеков есть трудности, поскольку есть возврат или неудачные сделки, и сколько надо платить налог. Согласно практике, что на площадках, так и как Facebook, YouTube, многие занимаются лажей, чем продажей, но в их отношении невозможно проводить налоговые проверки, потому что для начала бизнеса не требуется предъявить какие-нибудь бумаги, поэтому для контроля нужны модели пилотного контроля с аккаунтов, с большими доходами. Торговцы с большими доходами должны выдавать чеки для определения суммы налога. Тогда будет больше налоговых поступлений, и именно благодаря этому другие поймут, что это необходимо. В Ассоциации электронной торговли Вьетнама сообщили, что в первые месяцы этого года около 95% онлайн-покупателей совершили покупки в прямом эфире. В среднем каждый месяц проводится 25,5 миллиона сеансов лажей продаж с участием более 50 тысяч продаж. Необходимо работать вместе, чтобы каждый знал свои налоговые обязательства, чтобы понять, как наложить налог, какие тарифы. Тогда можно выбрать лучшие направления, создать прозрачную среду. Если человек имеет большой доход от лайвстрим-продаж или партнерского маркетинга, ставку налогов в 35% нужно пересмотреть. В прошлом году было получено 97 триллионов долгов налогов с организаций и частных лиц, занимавшихся электронной торговлей, выключая лажей. Многие говорят, что помимо контроля за выдачей электронных чеков, не хотим взаимодействовать с банками и переводчиками, чтобы точно знать объем доходов от продаж и определить сумму налогов. Далее в выпуске. Была завершена сдача территорий для отвода под строительство 500-киловольтной линии. Населенные пункты изменились к лучшему благодаря компании построения деревни нового типа. По данным Департамента занятостей Министерства труда и социальных дел, в этом году 116 тысяч предприятий планируют нанять около 1,9 миллиона новых сотрудников. Около 44% от общего числа вакансий предназначены для неквалифицированных рабочих. Промышленность остается ведущим сектором по спросу на рабочую силу. На его долю приходится почти 52% от общего количества вакансий. В серии услуг этот показатель составляет более 38%, а в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – около 10%. Эти цифры свидетельствуют о том, что период массовых сокращений рабочих мест закончился, и спрос на рабочую силу возобновляется. Рынок труда продолжает демонстрировать устойчивое восстановление за первые 5 месяцев текущего года. Уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста снизился до 2,24%, вернувшись к показателям, наблюдавшимся до пандемии COVID-19. Департамент занятостей отмечает, что рынок труда продолжает восстанавливаться, однако это восстановление еще не устойчиво. Государственный комитет по важным национальным проектам в сфере энергетики потребовал от ответственных лиц обеспечить безопасность рабочих и качество строительства третьей нити 540-киловольтной электропередачи в условиях жаркой и дождливой погоды, которая приводит к тому, что строительная площадка становится скользкой. На данный момент по всему проекту третьей нити 540-киловольтной электропередачи практически завершена сдача территории для отвода под строительство линий. Однако работы по прокладке кабеля выполнены только на 10% протяженности этих полос, а монтаж опор завершен чуть более чем наполовину. На данный момент на всей протяженности линии электропередачи задействовано более 10 тысяч человек. Помимо этого в проекте участвуют около 4 тысяч добровольцев, мобилизованных Центральным комитетом Комсомола. Они помогают жителям прибрежных территорий с демонтажем и перемещением строений, а также с расчисткой полосы отвода под ЛЭП. В связи с тем, что объем оставшихся работ по проекту достаточно велик, вопросы безопасности труда и качества строительства выходят на первый план наряду с требованиями к соблюдению сроков. Несмотря на экстремальные погодные условия с палящим солнцем и проливными дождями, коллектив проекта за последние 5 месяцев добился значительного прогресса, выполнив большой объем работ. Это особенно важно, учитывая, что сейчас наступил финальный этап строительства, когда необходимо мобилизовать все силы, чтобы уложиться в срок. При этом качество и безопасность работ по-прежнему остаются на первом месте. Для обеспечения в своей временной реализации проекта в соответствии с планом, Государственный комитет призывает власти всех уровней и жителей, проживающих в зоне прохождения линий электропередачи, к тесному сотрудничеству и максимальной поддержке подрядных организаций на завершающем этапе строительства проекта. Несмотря на то, что в течение многих лет Вьетнам был одной из самых дешевых и безопасных стран для путешествий, в последнее время туристическая индустрия страны оказалась под большим давлением из-за роста цен на внутренние перелеты. Если раньше около 30% от общего количества билетов продавались со скидкой, то в настоящее время их число составляет лишь 5%. Туристические компании предлагают усилия в разделении расходов с туристами, удерживая цены и даже предлагая сиски тем, кто бронирует туры заранее. Туристы, которые купили тур по заливу Холом на этом круизном лайнере, получили скидку в 10-15% при раннем бронировании. В среднем каждый круиз обслуживает около 400-500 туристов. Средние расходы одного иностранного туриста, приезжающего во Вьетнам, составляют около 1200 долларов США в неделю. При стабильности цен на внутренние перелеты, расходы на поездки во Вьетнам обычно составляют около 16% от общих туристических расходов, что эквивалентно примерно 190 долларам США. А при повышении стоимости на переезды, туристы сократят оставшуюся час своих расходов. Для того, чтобы удержать клиентов, турагентства должны предлагать множество скидок. «Что касается расходов на продукты питания или бензин, то мы также можем провести дальнейшие переговоры о ценах с поставщиками. При аренде в больших количествах поставщики готовы вести переговоры и предлагать долгосрочные контракты». Благодаря усилиям по поддержанию стабильного уровня цен и множеству программ стимулирования спроса на туризм, доходы от услуг проживания и питания за первые пять месяцев этого года оцениваются в более чем 12 миллиардов долларов США, что выше на более 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство авторитетных отелей постоянно улучшает номерный фонд. «Отели и рестораны прекрасно понимают необходимость поддержания цен для того, чтобы удерживать клиентов. Цены на товары первой необходимости отечественного производства, которые пользуются на кухнях ресторанов, остаются на стабильном уровне. Поэтому ценовое давление частично снижается». Положительные результаты туристической отрасли в последнее время показывают эффективность благоприятной визовой политики, программ стимулирования спроса на туризм, а также усилий по управлению внутренними ценами в условиях колебаний на мировом рынке. В связи с ростом числа бездомных и попрошаек в центре и на окраинах города Управление полиции города Хошиминь проводит месячник по выявлению и решению проблемы скопления беспризорных детей, бездомных и попрошаек, проживающих в общественных местах на территории города. В частности, в течение одного месяца в Хошимине будут созданы рабочие группы, которые будут комплексно решать проблему, не допуская перемещений этих людей из одного места в другое. С прошлого года по настоящий день 1566 человек были помещены в центры социальной помощи для обеспечения их здоровья и безопасности. Эта мера является частью гуманитарной программы, направленной на своевременное предотвращение правонарушений. Просторные дома, чистые и красивые дороги – свидетельств о развитии сельских местностей, где проводится кампания по построению деревни нового типа. В последнее время новые населенные пункты по-настоящему изменились. Если раньше жизнь местных жителей сталкивалась со многими трудностями, то теперь она существенно изменилась к лучшему. Ранее община Диньмун города Кангхе сталкивалась со множеством трудностей, связанных с инфраструктурой и транспортом. Но теперь Диньмун представляет собой деревню нового типа. Дома просторные, дороги чистые и красивые. Все рады тому, что дороги стали более проходимыми, а в ночное время они освещены фонарями. Благодаря этому люди легко добираются до деревни на автомобиле. Каждый год мы выделяем определенную сумму на ремонт дорог, соединяющих деревни, а также на реставрацию дорог шириной 4 метра и школ для соответствия национальным стандартам. Благодаря этому в последнее время жители уезда Тхайлай приняли активное участие в построении деревни нового типа. Община Михеп в провинции Донгхап когда-то была разрушена бомбами. А программа по построению деревни нового типа уже привела к возрождению местности. Строительство эрикационной системы помогает фермерам эффективно развивать экономику сельского хозяйства. Когда я приехал сюда больше 10 лет назад, здесь дороги были грунтовые, а сейчас дороги лучше, все развивается. Раньше местные жители выращивали рис, а теперь дуриан. А производство очень удобное, поскольку грузовики могут добраться до домов жителей. Все очень рады. Национальная целевая программа по построению деревни нового типа способствовала и способствует более устойчивому развитию многих отдалённых и труднодоступных населённых пунктов. Это процветание станет движущей силой для улучшения критериев по построению деревни нового типа. А сейчас прогноз погоды во Вьетнаме на завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пересмотреть все наши выпуски вы можете на сайте VTW.GO, который вы видите на экране. Кроме того, вы можете скачать наши мобильные приложения VTW.GO в App Store и Google Play. Благодарим за внимание. Всего доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова